После всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих и ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движений воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни, тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит, уже долгое время говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и уходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и уходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил идеям, что исцеливший его есть Иисус. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Из поучений Святаго Иоанна Павлоустова на книгу «Деяния апостольских» Нет ничего постыднее гнева, ничего бесчестнее, ничего ужаснее, ничего неприятнее, ничего вреднее его. Говорю это не к тому, чтобы мы были кротки только в отношении к мужам, но чтобы ты терпел, если бы и жена досаждала тебе словами. Пусть и жена будет для тебя поприщем борьбы училищем. Не безумно ли заниматься упражнениями, не приносящими никакой пользы и даже изнуряющими тело, а дом свой не делать училищем, которое доставляет нам венец прежде подвигов. Жена оскорбляет тебя, не будь сам женщиной. Ведь оскорблять свойственно женщине, это болезнь души, порог. Не сочти бесчестным для себя, когда жена оскорбит тебя. Бесчестно, если ты оскорбляешь ее, а она любомудрствует. Тогда ты поступаешь низко, тогда ты терпишь вред. Если же ты, будучи оскорбляем, терпишь, то это великое доказательство твоей силы. Говорю это не к тому, чтобы расположить женщин к нанесению обид, да не будет. Но к тому, чтобы если бы когда и случилось это по наущению сатанинскому, то вы терпели бы. Мужам как сильным свойственно переносить обиды от слабых. Если и слуга будет противоречить, ты перенеси с любомудрием. Не то, чего он заслужил от тебя, говори и делай, но что тебе нужно говорить и делать. Никогда в оскорблении девицы не произноси срамного слова. Никогда не называй раба подлым, потому что этим ты унижаешь не его, а себя. Невозможно гневающемуся не выйти из себя, подобно морю, когда оно волнуется, или источнику остаться чистым, когда в него откуда-нибудь бросают грязь. Так все здесь перемешивается, или лучше сказать, все становится вверх дном. Если ты кого-нибудь ударил или разорвал на нем одежду, то причинил больше вреда себе самому. У него рана остается на теле и одежде, а у тебя же на душе. Ее ты растерзал, ее ты поразил. Всадника поверг под ноги лошадей и сделал то, что они влачат его, неспровергнутого назничь, и происходит то же, как если возница, рассердившись на другого, сам потом влачится по земле. Когда ты наказываешь или вразумляешь, или делаешь что-нибудь подобное, делай без ярости и гнева. Если наказывающий есть врач согрешающего, то как он может исцелить другого, причинив наперед зло себе и не исцеляя самого себя? Скажи мне, если какой-либо врач пойдет лечить другого, поранив наперед руку у себя, или ослепив наперед свои глаза, неужели в таком состоянии он исцелит другого? Нет, скажешь. Так точно и ты, когда кого называешь или вразумляешь, что пусть светло смотрят глаза твои, не возмути ума своего, иначе как совершишь ты исцеление? А он не может быть одинаково спокоен у человека, не гневающегося и не разгневанного. Зачем неспроверных учителя с его седалища, советуешься с ним, лежащим на земле? Не видишь ли, как судьи, намереваясь производить суд, садятся на своем седалище и в одежде благопристойной? Так поступи и ты. Украсть душу своей одеждой судей, а она и скротость. И тогда садись производить суд на своем седалище. Но скажешь, не будет бояться? Нет, гораздо больше убоится. В противном случае хотя бы ты сказал и правду. Раб припишет это гневу. А если скажешь кротко, то он осудит себя сам. Главное же ты сделаешь угодное Богу. И таким образом сподобишься вечной блать по благодати щедротам и человеколюбе Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава держа во честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.